Это моя лучшая веселье Маша крутая Маша Маша С μεт Я смотрела на тебя на сцене И думала, блин, вот эти штаны, они крутые Спасибо А потом у нас человек, который специалист по фитнесу, говорит, у него очень красивая фигура. Чем ты занимаешься? Спортом. Не, ну серьезно, занимаешься спортом? К сожалению, нерегулярно. Сейчас было лето, каникулы, поездки. Нерегулярно. Но с сентября прям вот начинаю. Но ты просто в супер форме. Вот честно. Спасибо. Я должна буду спрашивать, всех, конечно же, интересно, сколько тебе лет, что-то там это. Но нам, мы этого спрашивать не будем. Она просто... Ну для этого есть гугл. Есть гугл. Кать, Кать, ну скажи, ты же говорила, говорила, мы, во-первых, завидовали этим штанам, да? Да, мы обсуждали штаны и это... Я такая смотрю, говорю, блин, сниму с нее штаны. Она такая, говорит, у нее попа хорошая. Да. Говорит, у нее попа хорошая. Да. Она специалист. Она специалист. Она сегодня прокачивала мою попу. Простанавливали, короче, оценили все ягодицы. Вау. Да. Класс. Так что все. Я думаю, что после этого выпуска ты можешь ставить хэштег «Самые красивые ягодицы России». Смело и вау. Так, давайте все, теперь всерьез будем. Теперь всерьез. Слушай, ну как тебе вообще энергия? Супер просто. Супер. У меня нет слов. Потому что, когда я вышла на сцену, я увидела эти глаза, как они вот так вот смотрят, поют. А я еще слышала, как они подпевали. Да, и даже когда новые песни поешь, они такие благодарные. Очень люблю такую публику. Хочу я признаюсь в чем-то. Я не сопоставила тебя, вот группу Туцци и тебя. Я почему-то думала, что, ну вот ты как бы отдельный человек. Пока ты не запела «Самый дорогой». Это твой самый большой хит. Может быть, да. Потому что группа Туцци принесла успех тут, говорить, конечно. Больше нечего добавить. Это есть, и это было. И спасибо большое. Потому что, ну это, наверное, самый главный наш хит. Я вам клянусь, правда, ребята, сегодня я спела впервые эту песню. Одна. Потому что у меня была эта минусовка, она лежала на всякий случай. Мы с девчонками, ну они всегда поют. А я как-то не решалась у своей, у своей. Она существовала, я сейчас вам скажу, в 2004 году. Четвертый, пятый, ну и десять лет мы существовали. До 2015 года. Так, ну ты была самая главная в этой группе. Нет, у нас не было главных. У нас были все четыре солистки. Так, мне нравится этот демократический подход. Но честно. Но ты еще пела, это же твой голос. Да нет, там все четыре поют. У нас было по строчкам. Мы даже каждое слово отвоевывали у Дробыши, чтобы... Я спою эту строчку, я спою эту строчку. А у нас же знаете, вот это, все на троих, строчки на троих. Ну обычно, вот там, а тут четыре, как, как это поделить там. Ну, в общем, поделили как-то. Ну, я могу тебе сказать, что одна на сцене, ты выглядишь ничуть не меньше энергии. Это круто. Я видела, что ты зажигала и в зал реально... Мне приятно, Сон. Да, что ли? Тем более от тебя. Молодец, супер. Так, хорошо, скучный вопрос, который все пропустят. Все, на самом деле, будут слушать про попу. Но я должна это спросить, что творческие планы? Ой, вообще, я такой человек, который, когда я что-то планирую, а еще об этом рассказываю, это нифига не сбывается. Поэтому я так образно вам скажу, что планы продолжать писать музыку, выступать, давать концерты. А ты пишешь сама музыку? Да, пишу. Слова пока нет, но у меня есть прекрасные друзья, мои соавторы. Это пацаны, которые делают мне стихи. Мы работаем в тандеме. И сейчас... Слушай, она такая милая, такая хорошая, такая вообще... Так, я слышала, что в городе сейчас президент. Да? Да. А почему мы не делаемся в селфи? Я тебе, честно, открою тайну. Это моя идея фикс, я хочу с ним увидеться, я хочу, даже, ну, не фотография, я хочу пожать ему руку, хочу, там, ну, не знаю, просто сказать пару слов. Как мы это организуем? Блин, я не знаю. Пошли, спросим у кого-нибудь. По-моему, секрет, подожди, пока что секрет. Ну, да, но мы сейчас посмотрим, может быть, получится. Ничего себе. А вдруг он в зале? Нет, он вот в том зале. А, да? Да. Ну, это на самом деле не секрет, я думаю, что мы можем... Да. А кто сейчас выступает? Земляне. Да, окей, земляне. Слушай, ну, я отсутствовала в России практически 10 лет, и вот сейчас окунулась, вернулась и окунулась с головой. Я, честно говоря, так... Мир. Мир. Слушай, я тебе сейчас покажу видео, как я вчера отжигала под землян нерокот космодрома. Да. Оно, вверх, пошло сразу же в инстаграме в топ. Все другие, иностранцы это перепостили, у меня друг футболист из Челси, у него там, знаешь, таки все идут реклама, Рибок, реклама это, и такая, я попросила, говорю, слушай, сделай, говорю, нам нужно популяризировать, я хочу имидж нашего фестиваля повысить у иностранцев, он запустил это видео, ну, все, теперь будем ждать иностранцев в следующем году на фестивале. Я думаю, после выступления землян там вообще без вариантов. Ты знаешь, это реально крутой трек, вот, ну, я, знаешь, не кривля душой, скакала с удовольствием. Так, бьюти-секреты, я знаю, что все интересуются, какие твои секреты, что ты делаешь, крема, маски? Я чисто по привычке, просто, что мне нравится сам процесс, я утром наношу патчи под глаза, ну, я не знаю в их эффективность, там, может быть, не верю там, или верю, не знаю, как это, но мне просто нравится сам процесс, с утра встать, там, налепить патчи, пойти сверить кофе. А какой кофе ты пьешь? Я варю сама. Я тоже? В Турке? Да, да. Так, все, я поняла, почему мне комфортно с этим человеком, этот человек тоже варит кофе в Турке. А еще знаешь, что, какой кофе я варю? Меня подружка привезла из Бали, кофе, который, ну, ты поняла, вот, который вот едят вот эти зверьки, типа лемуры там какие-то, это не обезьянные лемуры, они едят этот кофе. Ты подожди, совсем не секрет, я не расскажу, какие лемуры, что они там едят. Это самый знаменитый балийский кофе, едят эти зверьки, они отбирают только самые лучшие зерна. Они их едят, ну, потом, естественно, пройдут, они когда выходят, потом собирают эти зернышки там боковые, вот эти вот, ты поняла, чего потом это дают. Маша, я сейчас же беру твой телефон и напрашиваюсь к себе в гости, потому что я должна попробовать этот кофе. Ну, это кофе самый, вообще считается, крутой, чистый, самый вкусный, потому что эти зверьки, они не будут есть какой-то плохой кофе, они самые лучшие зерна выбирают. Да? Да. Я первый раз об этом слышу, но я тебе доверяю, я хочу это попробовать. Так, беру тебя на слабо. Угостишь меня таким кофе? Обещаю. Который там панды, зверьки, что-то они там сворачивают. В подмышке держат, потом в другой. Нет, они делают по-другому. Они его едят. А потом что? А потом вот так. А, это какашки? Да. Нет, это не какашки, это зерна, которые выковыривают оттуда, ну, поняла. А потом их там как-то обрабатывают, и, в общем, это кофе, да. Вау. Получается. Вот кто бы ожидал таких тонкостей и изысков, которых можно буквально там, не знаю, поставить такой икс, икс, икс от Маши Вебер. Но ты знаешь, это самый популярный сувенир. Вот кто едет на Бали, все привозят этот кофе. Я не понимаю, почему у тебя еще этого кофе нет. Потому что я не была на Бали. А, друзья, твои чем-то взяли? Потому что я зависла в Америке на 10 лет, такая, знаешь, заморозилась, и меня, то есть сюда приземлили, как в скафандре, я такая, земля, русские люди, шоу-бизнес, песни, поют. Молодец, Машуль. Ну, реально, очень приятно с тобой поболтать. Спасибо. Я серьезно, давай меняемся контактами, я, ну, начнем с кофе. Кодекс-какашек. Вот так вот. Твои любимые землянки. Так. 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 Продолжение следует...